на чердаке почему час утепляем видите ветер как бы хреново утеплять так вот укладываться видите час у нас тут расстояние 58 59 между лагами как я и говорил и когда утеплитель ложится маленько сжимается моего закладом он разжимается и получатся у нас плотно здесь ни щелей ничего нет вот сейчас второй слой перекрест чтоб вот тот шов у нас перехлестнула шахман порядке то есть отсюда цельный лист туда ложим кладем а там уже подрезку будем делать у нас на урале утепление должно быть 150 200 вот где-то как дальше утеплять вот 150 когда сделали все в районе с лагами же а вот дальше идет вот такой момент когда утепление сделали вдоль лаг все третий слой скажем вровень слой с лагами сделали потом делал люди как бы не знают как сэкономить допустим при строительстве допустим вот мы кочегарку делаем вот эту или котель ну как правильно котельная или кочегарка чикач кач 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 вот естественно это такое ну блин строение так себешное скажем тут особой красоты не надо ну и можно как где-то сэкономить ну допустим лицевая сторона тут выходить тут может что поинтереснее сделать а там задов то похрен лишь бы что-то было поэтому смотрите купили дверь бушную буш на дверь по дешевке скажем так ну как по дешевке но все на не новое она рабочая функция функциональная все работать будет и в кочегарку он в ту дверь как бы она да это было поэтому вот на таких моментах можно экономить теперь в интернете еще окно тоже окно если нового заказывать сюда надо пропилить будет большое окно они что-то в пределах пятерки там заказать там тоже побольше может будет в интернете есть находил по два с половиной по два с половиной рубля не знаю посмотрим опять на ехать за ним вот и думаю как то если что-то получится возможно где-то найти прикупить вот он на таких моментах можно экономить заходите на 1 на конте авито или что там есть у вас там местные сайты какие-то и материалы и утеплитель и продают то есть не бушный он как бушный но не бушный люди закупили допустим много его израсходовали а у него осталось там одна две пачки 3 и они продают дешевле конечно вот на таких моментах можно короче заняться если то можно подешевле строить а Продолжение следует... 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 Но вот эту щель мы из обрезков забьем всякой. В общем, все сделали утепление. Вот так все закладывается. У нас получается утеплитель на 50, толщина. Не плотность, я говорю, есть еще плотность. 35-50, там всякая. Это толщина 50, 50 миллиметров. Мы сделали в два слоя, в перехлестную. У нас получилось сейчас 100 миллиметров утепления. У нас для Урала этого маловато, 100 миллиметров. Но мы пока временно сделали. Сейчас еще эпидемия, коронавирус всякая фигня. Магазины не работают, все позакрывалось. Пока что сделали, потом докупим, если что. Короче, сотку сделали. Сразу вспомнил, спрашивают, как сделать, допустим, лаги 150. Вот мы сейчас сложим третий слой. Третий слой положили. Утепление. У нас вровень с лагами. У нас на Урале утепление должно быть 150-200. Вот говорят, а как дальше утеплять? Вот 150, когда сделали, все вровень с лагами же. А вот дальше идет вот такой момент. Когда утепление сделали, вдоль лаг, все, третий слой, скажем, вровень с лагами сделали. Потом делается перекрестное утепление. Просто вот на вот эти вот слои, тут тоже вровень, уже лист ложится вот так вот поперек, ребята. Все. Эти все три ряда, допустим, между лаг закладывались, а последний ряд, он идет поперек. Перехлестное утепление, он получатся, у нас лага в тепле получатся, вся лага упаковываться. Это очень такой, очень хороший, интересный момент. Если же вам надо будет в дальнейшем передвигаться по чердаку, тогда в эти вот места закладываются бруски. Ну, вот сюда вот ложатся бруски на 50, ну, вровень с этим, или повыше можно. И уже на эти бруски потом доски укладываются, чтобы получаться ходить не по утеплителю, а вот по этому, по настилу. Все. Ну, вот так вот, короче. У нас осталось пару листов, пусть они тут живут пока. А мы занимаемся зашивать фасад. Получаться, мы вот эту крышу, часть, зашили плотно, USB. А здесь, наверное, типа карбонатом зашьем, чтобы было просвет. Здесь, ну, что у нас, ну, здесь бардак, чтобы число было, и забор лежит. Здесь будет терраса, стол, стул, наверное, какой-нибудь, чай будет крепкий, и чтобы свет попадал. Там вот, смотрите, два листа зашили, остался краешек. Чтобы его не кроить, у нас кусок большой остался, USB, чтобы от него не отрезать, мы бы от него уголок отрезали, вот в то место. И у нас, получается, кусок большой как бы пропал. И он может другу пригодиться, поэтому при больших каких-то объемах, но вообще при каких-то работах, сначала зашивается основное все, площадь, основная площадь вся зашивается, а потом вот эти всякие сикилечки потом из обрезков. По-любому в процессе остаются всякие обрезки, и потом можно будет подобрать. Вот, чем нежели от куска большого отрезать, какой-нибудь сикилечик, и кусок большой потом пригодился, а он испорченный получаться. Уголка не будет лишений. Поэтому это все на потом оставляем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!